Это новости нашего города с обзором главных событий к этому часу. Здравствуйте! «Газпромнефть» завершила монтаж конструкции арктического терминала в акватории Пской Губы в районе мыса Каменова на полуострове Ямал. Терминал предназначен для круглогодичной погрузки в танкеры нефти, новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Планируется, что все подготовительные работы будут завершены в 2015 году, а в начале следующего специалисты приступят к комплексным испытаниям арктического терминала, чья максимальная мощность по перевалке сырья составит более 8,5 млн тонн в год. А «Газпромнефть» начнет поставки авиатоплива на Ямал. В планах компании централизованно снабжать горючим три местных аэропорта в Новом Уренгое, Надыме и Салихарде. Не так давно этот вопрос Дмитрий Кобылкин и Александр Дюков обсудили на экономическом форуме в Петербурге. Сегодня «Газпромнефть» — это больше 200 аэропортов, присутствия и 40 топливозаправочных комплексов по всей стране и за ее пределами. В безопасности и качестве ее работы неоднократно подтверждены Международной ассоциацией воздушного транспорта «ИАТА». Под крылом самолета наша съемочная группа побывала в столице и увидела, как заправляют воздушные корабли. Свыше 30 миллионов пассажиров в год, порядка 400 рейсов за сутки. Международный аэропорт «Шереметьево» — один из ведущих небесных причалов Европы. Карта полетов три континента. Улететь отсюда нельзя только в Австралию и Южную Америку. Этот 330-й аэробус готовится к путешествию на Дальний Восток. Путь предстоит не близкий, так что перед вылетом самолету нужно как следует подкрепиться. Эта пташка на редкость прожорлива. За один присест она может умять до 140 тысяч литров горючего. Такие аппетиты не беда, ведь главный кормилец «Газпромнефть» — «Аэро», ведущий поставщик авиатоплива в стране. К 2015 году количество аэропортов присутствия компании перевалило за две сотни. Две с половиной тысячи литров в час. Топливные баки трансконтинентальных лайнеров — эта машина способна наполнить за считанные минуты. От минус 40 до плюс 50. Ни время года, ни погодные условия, а сложные электроники — ни почем. По сути, это большой компьютер на колесах. Оглушительный вой сирены — сигнал для водителя. Несколько секунд на нажатие кнопки. Иначе машина просто заглохнет, и заправка остановится. Так умная техника проверяет, следит ли за ее действиями человек. Как говорится, безопасность превыше всего. Кстати, уверенности в том, что борт благополучно приземлится в точке назначения, добавляет еще и качество самого топлива. Оно полностью соответствует требованиям как ГОСТа, так и международных стандартов. Если еще лет 10 назад тонкость фильтрации системы на топливозаправщиках была 5 микрон, то в данном случае мы уже используем все современные наши топливозаправщики с тонкостью фильтрации 0,3-0,7 микрон. То есть очистка топлива, она играет колоссальную роль, то есть это влияет на безопасность полета в первую очередь. Сегодня парк «Газпромнефть» Аэра Шереметьево насчитывает два десятка топливозаправщиков. 50 тысяч литров горючего — вместимость каждого из них. Прежде чем сесть за руль аппарата, водитель проходит целый ряд подготовительных курсов. Без специального допуска ни к машине, ни к самолету не подпустят на пушечный выстрел. Водители осуществляют заправку самостоятельно, то есть самостоятельно открывают бортовые штуцеры, самостоятельно выставляют количество необходимое для заправки в баках. Для этого необходимо пройти еще школу аэрофлот. И порядка на проведение всех стажировок и обучений проходит где-то два месяца. У конечного потребителя есть возможность выбрать. Либо по старинке его будут заправлять с кучей обслуживающего персонала, плюс задействовать его персонал для контроля заправки. Либо мы часть берем на себя функционала, но тем самым высвобождая персонал потребителя. 18 тысяч кубометров. Столько сырья может храниться в резервуарах заправочного комплекса. Львиная доля нефтепродуктов 80% приходит со столичного НПЗ «Газпромнефти». Остальные 20% из Ярославля. За движением топлива круглосуточно следят сотни чувствительных датчиков в уникальном построенном по спецпроекту возле учета. Данная система не требует участия человека в процессе приемки. Соответственно, здесь даже отбор пробы производится автоматически. Пробоотборник автоматически впрыскивает в контейнер определенные дозы, набирая необходимую пробу за всю перекачку. Зеленый свет работе комплекса дали и эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА. Ведь все топливные операции здесь проходят на самом высоком уровне безопасности. Клиенты ТЗК «Газпромнефти» в аэропорту Шереметьево – это 22 авиакомпании. Половина из них зарубежная. Только в первом полугодии 2015-го объемы розничных продаж авиатоплива здесь превысили 380 тысяч тонн. Это на 27% больше, чем за первую половину года прошлого. План на будущее – это увеличение выдачи топлива в крыло, это где-то процентов на 30. Это дополнительное строительство еще одного резервуара, который вы видите сзади меня. И в последующем, будем так говорить, стратегическое – это система ЦЗС, которая непосредственно выведет колонки под стоянки самолетов. И все это в трехлетний срок. На днях правительство приняло решение о строительстве в Шереметьево третьей взлетно-посадочной полосы. Аэропорт растет, а вместе с ним и его потребностей. «Газпромнефти» аэра отставать не собирается. Ведь еще никогда нефтянка не была настолько близко к небу. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Москва. Этой зимой ямальские загородные автодороги посыпят солью. Об этом заявил заместитель гендиректора Ямалавтодора. Сделано это будет для того, чтобы более эффективно бороться с гололедом. В настоящее время работы по подготовке к зиме на окружных трассах выполнены на 90%. Уже произведено техобслуживание спецавтотранспорта, установлено навесное оборудование на всесезонные автомобили, приготовленные дорожные знаки, закуплено 100 тонн противогололедного материала. Добавлю, раньше соль на ямальских дорогах не использовали, это не позволяли нормы. В этом году нормы в нашей дорожно-климатической зоне пересмотрели. Нет договора, будет мусор. Ноябрьский самострой по вине жителей рискует превратиться в настоящую свалку. Меры убрать мусорные контейнеры вынуждены. Если жители поселка до 2016 года не заключат с предприятием договор на вывоз отходов, выкидывать мусор им будет попросту некуда. Договориться, собственники домов и обслуживающая организация не могут уже несколько лет. Из 370 владельцев домов исправно оплачивают вывоз мусора всего 140. Заместитель директора предприятия говорит, что проблему эту решить законными способами не получается. Люди не хотят платить за оказываемую услугу, а мусор между тем складировать продолжают. И если в ближайшие три месяца они таки договоры на его вывоз не заключат, то свалка образуется у них прямо перед окнами. Мы приняли решение в октябре месяце дополнительно еще раз развести уведомления по тем адресам, по которым жители не заключили договора, и в принципе подождать до Нового года, чтобы люди к нам пришли. Детский сад «Звездочка» с 1 октября будет ликвидирован. Причина тому критическое состояние несущих конструкций. Согласно вердикту экспертов, фундамент, колонны и перекрытие здания в аварийном состоянии. Рухнуть детский сад может в любой момент. Куда переведут детей, а их в «Звездочке» около 200, и какова судьба персонала, выясняла Ксения Епишева. Это видео было снято камерой мобильного телефона. В четверг, 22 сентября, вечером в детском саду «Звездочка» прошло сразу несколько собраний. Родителям объявили, детский сад будет закрыт. В августе месяце была заказана экспертиза. Экспертизу провели. Вы дали нам заключение, экспертное заключение, но вы видите, какой это. То, кому интересно, тут можно полистать со своими картинками, выкладками. То есть, даже если посмотреть фотографии, которые здесь есть, можно просто ужасно. И действительно, выводы, которые сделали эксперты после обследования «Звездочки», приводят в ужас. Фундамент, отмостки, колонны, стены – все в аварийном состоянии. Что, собственно, неудивительно. Этот детский сад в Ноябрьске – один из первых. Построен еще в 1988 году. Сегодня, завтра, через неделю, через месяц, через год никто эти гарантии не дает. Естественно, рисковать с детьми, рисковать с сотрудниками образовательного учреждения не будет никто. Делать капитальный ремонт – бесполезно. Процесс разрушения уже необратим. Единственный возможный вариант – закрыть. Родители, конечно, шокированы и расстроены. В «Звездочки» говорят – отличный персонал, прекрасные педагоги. У нас шок. Очень жалко. Очень хорошие воспитатели, высококвалифицированные. Не хотелось бы. Страшно, да безумие. Очень жалко. Второй ребенок ходит в этот садик. Хорошие педагоги. Печально будет расставаться. И вот думаем, что как дальше быть. Новость о том, что детский сад может попросту сложиться, как карточный домик, стала настоящим шоком не только для родителей. Учреждение прошло все этапы подготовки к новому учебному году. Не было замечаний даже со стороны позже надзора. Дальнейшую судьбу детского сада определила экспертиза. Мы заказывали экспертизу для того, чтобы насколько действительно мы можем выполнить ремонтные работы по фасаду. Оказалось, что результаты экспертизы, они неутешительны. Вот техническое, общее техническое состояние здания детского сада «Звездочка» характеризуется как аварийное. И выполнять капитальный ремонт, либо реконструкцию здания нецелесообразно. И проведение капитального ремонта, либо реконструкции объекта, самое главное, не остановит дальнейшее разрушение несущих строительных конструкций здания. Сейчас в «Звездочке» порядка 200 воспитанников и около сотни сотрудников. Детей распределят в другие детские сады на выбор, кроме специализированных. В ручеек, колокольчик, аленький цветочек только по направлению комиссии. Мы знаем, что в каких учреждениях мы дополнительно откроем группы для детей детского сада «Звездочка». Но и сегодня мы предлагаем родителям самим определиться, в какой бы они хотели ходить в детский сад. Может быть, это удобно по месту следования на работу, или это удобно по каким-либо другим причинам объективным. Мы, безусловно, будем прислушиваться прежде всего к пожеланиям родителей. Что касается работников, этот вопрос тоже уже решен. На улице, уверяет начальник департамента образования Надежда Гудкова, не останется никто. Мы, конечно же, на сегодняшний день имеем вакансии. Мною категорически запрещен прием в образовательные организации во все извне, поскольку для нас важно разместить и устроить в первую очередь наших работников. Поэтому всем без исключения будет предложено место работы в других образовательных организациях. Возможно, и вместе с детьми в тех дополнительных группах, которые мы будем открывать. И не исключается тот вариант, что некоторые изъявят желание пойти под сокращение. В любом случае, уже к середине этой недели дети и педагоги будут переведены. 1 октября детский сад «Звездочка» будет закрыт. А дальше запустят сложный и длительный процесс ликвидации. Ксения Епишова, Максим Шамшурин. Новости нашего города. Экспресс-обследование, в которое в том числе включены измерения артериального давления и определение уровня глюкозы в крови, можно будет пройти бесплатно. Врачи станции скорой медпомощи 29 сентября с 10 до 18 часов проведут день открытых дверей в рамках Всемирного праздника сердца. Судя по количеству вызовов и по смертности, то смертность сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и в нашем округе, естественно, занимает первое место. И количество вызовов, от всего количества вызовов, которые мы обслуживаем, мы обслуживаем где-то 35 тысяч в год, составляет приблизительно 10%. То есть около 12 тысяч человек вызывают скорую помощь именно по поводу или артериального давления, боли в области сердца и так дальше. Ямал снова поддержал запрет продажи алкоголя молодым людям до 21 года. Таков ответ региона на запрос общественной палаты страны. Законопроект об увеличении возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, уже внесен в Госдуму. Ранее такие меры поддержала спикер Софеда Валентина Матвиенко. Идея также понравилась Роспотребнадзору, пишет Известие. Тема эта не новая. В январе уже сообщалось о том, что Ямал выступил за ужесточение правил торговли спиртным. И здесь скажу, что в нашем округе уже действуют более жесткие правила продажи алкоголя, чем установлено федеральным законодательством. Так, муниципалитеты имеют право запрещать продажу спиртного в праздники и в дни проведения массовых мероприятий. Кроме того, купить бутылку алкоголя можно только до 10 часов вечера, даже в заведениях общепита. Исключение минимум – это ночные клубы, кафе в гостиницах и бары высшего и люкс-классов. Пьяный водитель Тойоты смел сразу два мотоцикла. ДТП случилось в субботу вечером на Советское рядом с кинотеатром «Русь». Инспекторы установили, что водитель Тойоты, перестраиваясь вправо, не учел, что по соседней полосе в этот момент двигались два мотоциклиста. В аварии люди не пострадали. Отмечу лишь, что абсолютно все участники происшествия садиться за руль не имели права. Водитель иномарки за руль сел не трезвым, а у мотоциклистов и вовсе не было прав управление этой категорией транспорта. В воскресенье на стоянке одного из торговых комплексов города подросток попал под колеса иномарки. Это произошло днем на Советское. Обстоятельства ДТП пока неизвестны. По предварительным данным у мальчика – перелом ноги. Владелец одной из служб доставки города проверк информацию о повторном закрытии заведения. 24 сентября на сайте Роспотребнадзора Ямала, следом и в ряде СМИ, появилась новость о том, что доставку здесь закрыли на 30 суток по решению суда. Владелец фирмы настаивает, что информация не актуальна. Все перечисленные на сайте нарушения были выявлены еще в ходе проверки, которая прошла в августе этого года. И больше точку, где готовят еду на вынос, надзорные ведомства не проверяли. Мы направили запрос в Роспотребнадзор с тем, чтобы получить разъяснение, как получилось так, что решение суда от 18 августа опубликовано было на официальном сайте, как новость от 24 сентября. 24 сентября была статья о том, что сушитаем закрыли повторно. Это не так. Так как в августе была проверка у нас, после которой выяснилось, что все нормально, то есть все нарушения у нас были устранены. Повторно проверка у нас не проводилась, и нас повторно никто не закрывал. 12 лет успешной работы, 65 магазинов по всей России. Бренд номер один – спортивная марка «Форвард» теперь и в Ноябрьске. Его качество и дизайн признают многие именитые спортсмены, среди которых Федор Емельяненко, Наталья Рогозина, Илья Ковальчук. Это не только профессиональная экипировка, но и удобная одежда для фитнеса и прогулок. О форме, которую выбирают чемпионы, расскажет Елена Жаркова. Модная, удобная, практичная – это далеко не все достоинства спортивной одежды, обуви, аксессуаров, которые выпускает компания «Форвард». За 12 лет работы она одела порядка 200 сборных команд России, которые представляют нашу страну на разных соревнованиях. Именно мнение спортсменов о комфорте и дизайне берется в расчет при создании каждой новой коллекции. Одежда, она изготовлена из качественных материалов, которые разработаны специально для спортсменов, для тех людей, кто ведет активный образ жизни, для тех людей, кто любит отдыхать на природе, на даче, для тех, кто двигается, для тех, кто всегда впереди, для тех, кто на позитиве. Наталья и Александр – давние поклонники этой марки. Узнав об открытии брендового магазина в Ноябрьске, тут же поспешили за одежды с национальным колоритом, в прямом смысле этого слова. При ее создании дизайнеры используют государственную символику и цвета российского триколора. Это и позволяет почувствовать себя частичкой спортивной элиты нашей страны. Одежда на любой вкус, размеры, погоду. Футболки и кепки на лето, шапки и куртки для холодного времени года, которая, кстати, не за горами. Подскажите, пожалуйста, мне нужна курточка на зиму, чтобы было комфортно, тепло и уютно. Давайте померем. Для курток используют только гусиный пух, поэтому морозы в таком пуховике не страшны. Да и если пойдет дождь, не промоклешь, благодаря водоотталкивающей ткани. К тому же при стирке специальными средствами верхняя одежда не теряет своих ценных свойств долгие годы. Так что выбор Натальи очевиден. У нас в магазине действует дискотная система. Карта накопительная. Чем больше сумма накопленных покупок, тем больше действует скидка у нас в магазине. Постоянные покупатели могут накопить скидку до 50%. Она действует в брендовых магазинах по всей России. Поэтому будь впереди, будь вместе с Форвард. Елена Жаркова, Виталий Харченко. Новости нашего города. Здоровый дух, спортивный азарт и праздничное настроение. Ноябрьск вновь присоединился ко всероссийскому дню бега. В городе во второй раз прошел кросс-нации. Съемочная группа телеканала «Ноябрьск-24» тоже побывала на трассе. И вот что мои коллеги там увидели. В томительном ожидании стартового свистка. Открывать соревнования кросс-нации в Ноябрьске выпала честь самым юным легкоатлетам. Для многих из них это уже не первый старт. Зимой они здесь же, на лыжной базе, пробовали свои силы в лыжной России. Я на хоккею много занимался. Ну и бегом тоже. Каждый день 2 метров. Я быстро бегаю. Ну и в общем надеюсь, что приду там первая, вторая. Ну больше всего хочется первой прийти, конечно. Первый забег стартовал. Бегунам в возрасте до 10 лет предстоит преодолеть тысячу метров. Следом за ними в программе соревнований «Забег ВИП». Руководителям городских предприятий тоже предстоит преодолеть километр. Уже на финише они легкой трусцой демонстрируют, что в спорте побеждает дружба. Настоящий же дух состязаний в главном забеге. На общий старт одновременно выходит несколько сотен участников. От 11 лет и старше как любители, так и профессионалы. 16-й давай! 3 километра за 9 минут и 17 секунд. Абсолютный победитель кросса нации в Ноябрьске Артур Насыров. Молодому человеку и ранее покорялась не одна дистанция. Правда, приходить первым он больше привык на лыжах и с винтовкой за плечами. Я и рассчитывал на этот результат, в принципе. Тактически отработал все правильно, как и хотел по дистанции. Ну и я рад, что выиграл эти соревнования. Всего же по итогам соревнований определились победители и призеры в восьми категориях. Они получили кубки, медали и дипломы от Минспорта России. Участие у нас получает на память о сегодняшнем замечательном нам дне нагрудный номер участника Всероссийской акции «Круснации-2015». Между тем, для многих любителей бега само участие в соревнованиях стало личной победой. Для меня любителя было как-то тяжеловато, но справилась, терпелась и добежала до финиша. Я улучшил свой результат, потому что и сейчас вижу, что бегу быстрее, выносливость лучше, дыхание легче. Ну, потому что на протяжении всего года я все-таки бегал, тренировался так для себя, для души. Всего же «Круснация-2015» собрал более тысячи участников. Впереди сторонников здорового образа жизни Ноябрьска ждут новые старты и победы. Уже в предстоящие выходные в городе впервые пройдет день ходьбы. Татьяна Заозерная, Юлия Морева, Виталий Харченко. Новости нашего города. И последнее. Правительство России утвердило календарь праздничных дней. В следующем году россиян ожидает как минимум семь официальных выходных. Это 10-дневные новогодние каникулы, трехдневные выходные. К Дню Защитника Отечества, 1 мая, День Победы и День России. В честь 8 марта предусмотрено отдыхать 4 дня, в День Народного Единства, 4 ноября – 1. И на этом у меня все. О других не менее актуальных и интересных новостях мои коллеги расскажут уже в следующих выпусках. До встречи в нашем эфире.